Здравствуйте, в эфире тема дня, гости программы Елена Барановская, народная артистка Украины, художественный руководитель балета Одесского национального академического театра оперы-балета и Наталья Куч, солистка австралийского балета Мельбурна и Венской оперы. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас оперно-театр готовится активно к бархатному сезону, программа обещает быть насыщенной и часть фестиваля традиционно займут балетные постановки. Елена Геннадьевна, вот что именно это будет? Балет представлен такими двумя событиями. Это 31-го Open Air, концерт перед театром, такая специальная программа составлена именно только для этого фестиваля. И 2-го сентября наш один из любимых балетов «Спящая красавица». Я знаю, что Наталья будет представлена в двух этих днях. Наталья, что у вас за партия и что за постановка будет представлена на Open Air? На Open Air я буду танцевать Байдерку по ДДС второго акта. Я эту редакцию танцевала последний раз здесь, в Одессе. Спасибо большое, Елена Геннадьевна. То есть очень символично получилось, да? Да, да. Но сейчас я буду танцевать только по ДД. И я очень счастлива принять участие в этом фестивале. А Байдерка была выбрана именно по этой причине, что вы в Одессе танцевали уже? Или там какие-то были другие у вас цели? Ну, цели, конечно. Цель у нас есть показать, как можно более разноплановый концерт, разные стили показать. Напомнить зрителю, Одесскому и гостям города, что у нас идет очень разнообразный репертуар. Ну и, конечно, Наталья очень понравилась, когда вот у нас была премьера Байдерки. И очень многие зрители помнят ее восхитительное исполнение, запомнили не только зрители, но и наши коллеги. И мы, конечно, с удовольствием еще раз так напомним зрителям и себе, что было такое событие в нашем городе. Наталья, ну вот вам поступило когда предложение принять участие в этом году в барахтанном сезоне. Вы сразу согласились? Вот что для вас вообще этот фестиваль? Ну, я, конечно, у меня график работы очень плотный. Я езжу по разным странам, сейчас очень много приглашений, танцую различные репертуары, как неоклассика, классика, очень много модерна. Ну и когда мне Елена Геннадьевна позвонила и сказала про этот бархатный сезон, я, естественно, минуты не думая не отказывалась, потому что мне очень важно танцевать, приехать опять в Украине. Это потрясающий город, прекрасный театр, в котором я как в последний раз танцевала, я получила массу удовольствия. А когда это было? Как давно? Я танцевала последний спектакль, по-моему, в декабре, да, или, по-моему, в декабре. То есть вы уже в Одессе, в общем-то, как дома, можно сказать? Да, я чувствую себя как дома, казалось бы, второй раз. Мы очень надеемся на это, очень надеемся. А побывали ли вы в родном городе, вы сами из Днепропетровска? Я сама из Никополя вообще, это Днепропетровск, Днепропетровск это мой первый театр, куда я попала, где началась вся моя карьера. Вот я в 1998 году я попала в Днепропетровский театр, поработала там полтора года, ну и после этого меня пригласили в Австрию. Я очень долгое время, 13 лет проработала в Австрии, в Пене, ездила также по разным городам, по Германии, танцевала много разных. В основном мой дом был в Австрии, 13 лет, в общем. Но сама я родом из Никополя, так что для меня тоже очень приятно и очень волнительно, потому что моя вся семья, они видели меня танцующие, когда я была совсем маленькой. И вот я жду с нетерпением встречи с ними, потому что они приедут тоже смотреть. Они будут в Одессе? Да, приедут. Как замечательно. Елена Геннадьевна, вот мы поговорили об Упенере, но так вскользь, давайте все-таки уточним дату, когда, потому что, ну, я думаю, что не только любители балета соберутся в этот день. Очень много одесситов придет, даже те, кто, в общем-то, редко прикасаются к этому искусству. Где именно и когда? Это такое событие в нашем городе состоится перед театром, напротив фонтана нашего красавца. Конечно, это на свежем воздухе. Мы очень надеемся, вообще это мероприятие для того, чтобы показать зрителям о том, сколько разнообразных спектаклей идет у нас в театре. То есть репертуар очень разнообразный. То есть у нас есть и классический балет, конечно, и модерн, и современная неоклассика. То есть очень много спектаклей. И мы так подобрали репертуар, чтобы показать вот именно разные стили. И это, конечно, лучший спектакль. Вот, например, спектакль «Крик», он был признан годом раньше лучшей постановкой. То есть мы хотим показать зрителю лучшее то, что у нас есть. Ну, конечно, я так думаю, что и туристы заглянут не только посмотреть здание наше красивое, но и на нашу работу, на наши спектакли. То есть это будет, по большому счету, Open Air, это презентация работы театра за весь прошлый год. И не только прошлый год. И не только прошлый год. За несколько прошлых лет. Да, конечно. Ну и, конечно, само слово «фестиваль», что это праздник. Праздник танца, праздник театра, праздник города. И, конечно, мы собрали все лучшее. И последняя работа, вот, например, очень интересная у нас работа «Арфей Вредика опера», где есть очень интересные хореографические эпизоды. И один из них, такой наиболее яркий, мы подобрали для этого концерта. То есть зрители тоже могут увидеть, что не только у нас балет есть в балетах, но еще и в операх, и очень есть замечательные фрагменты. Традиционный вопрос. Будут звезды. Вот мы одну звезду сегодня заполучили в нашу студию. Кто составит компанию Натальи в этом году? — Также очень известны это солисты национальной оперы Киева Наталья Мацак и Сергей Кривоконь. Наталью Мацак, конечно, помнят наши зрители. Ну, правда, конечно, она давненько была у нас, тоже на фестивалях. Но такую звезду невозможно тоже забыть. Тем более, вот произошло такое событие в национальной опере. Балет «Байдерка» был снят каналом Меццо для показа по Европе. И вообще, конечно, это очень такой известный канал. И события, да? Это события, конечно, события. То есть до этого, так сказать, никакого спектакля не снимали. То есть это для Украины очень важно. И такая звезда, как Наталья Мацак, тоже будет у нас представлена в опен-эйре. А вот в опен-эйре? В опен-эйре, да. Мы поговорили с вами о опен-эйре и сказали о том, что там будут и модерн будет, и классические постановки. Наталья, вы очень много работаете в Европе, вы работали в Австралии. Каково отношение европейских хореографов к современным постановкам? И есть ли вообще какое-то отличие от того, как здесь, в Украине, воспринимают их? Ну, конечно. Мой опыт показывает то, что европейские хореографы, европейские постановки, они значительно отличаются от классического репертура, от классических постановок. Но я должна сказать, что я счастлива, что имела шанс работать с различными хореографами, европейские, английские, потому что это дало мне развитие моей карьеры как классической танцовщицы. Потому что это свобода, которая дает модерн, в стиле. Она помогает также ощутить свое тело в классическом репертуаре, где-то более свободно. И поэтому, естественно, очень отличаются, особенно европейские постановки в Украине, которые идут постановки. А вот чем отличаются? Ну... Вы же изнутри эту ситуацию ощущаете, да? Как вам? Где вам, ну, интереснее? Здесь в Украине участвовать в таких постановках? Или в Европе? Мне тяжело ответить, где мне интереснее, потому что я получаю опыт из любого, неважно. В Украине это опыт огромный, это особенный стиль, который я с удовольствием познаю и пытаюсь удержать, потому что все-таки для меня украинский стиль наиболее любимый. Все-таки ближе, да? Да, ближе, да. А вот был ли у вас в последнее время хореограф, который вас поразил? Вот с кем было невероятно интересно работать? Который поразил? Ну, у меня сейчас, я работаю вообще в Мюнхене на новое, новая постановка неоклассического балета, и хореограф английский, очень потрясающий. Я каждую репетицию иду с открытыми глазами, получаю массу информации и вдохновляюсь от него, получаю заряд энергии от этого хореографа, прекрасно. Я очень в большом предвкушении, когда балет выйдет. Лена Геннадьевна, оперный театр одесский тоже идет много со временем, и современные постановки тоже появляются, они крайне популярные, и очень много молодых, вот я знаю, да, по своему опыту, очень много молодых людей идет на эти постановки, которые, в общем-то, ну, не ходили до этого на классические балеты. Что вот театр готовит в этом году, сезон уже идет, да, вот будут ли какие-то еще такие вот новинки? Конечно, мы готовимся к такой масштабной постановке, как маскарад. Это вообще такой веховый спектакль для истории нашего театра. Одесситы, старые зрители еще помнят об этом. Ну, это планируется на октябрь, на конец октября, 26-28 октября, будет премьера балета маскарад. Это интересно, во-первых, многое знают и школьные программы, ну, и, конечно, старые зрители наши, которые помнят историю, и которые были на старом спектакле, конечно, я так думаю, с удовольствием посмотрят нашу новую версию. То есть будет возможность сравнить, да? Вы понимаете, ну, прошло столько лет сравнить, да, название, да, музыка. Ну, как это говорят, что нельзя в одну реку дважды вступить. Наверное, мы же как-то развиваемся. Ностальгия, понимаете, о чем? Конечно, я так думаю, что все-таки зрители ждут нового. Так новые спектакли будут, новые спектакли, и новая хореография, новое прочтение. Ну, я все, конечно, раскрывать не буду, трупы готовятся, идут уже постановочные репетиции, начались. Ну, мы уже заложили у зрителей, да, вот такое вот, уже напоминание у них будет в октябре, мы ждем от оперного, вот такой прям новинки-новинки. Но мы вернемся еще и ко второму спектаклю, мы не поговорили практически о нем, это «Спящая красавица», спектакль, который будет идти, постановка в рамках «Бархатного сезона». Вот это как раз будет классическая постановка, правильно я понимаю? Да, и если молодые люди придут, они не пожалеют, потому что... И мы их призываем. Конечно, это феерия, ну, редко такого спектакля, такого уровня, и такой постановки, конечно, можно сейчас в классического репертуара встретить. Поэтому приходите, действительно, не молодые... Все приходите. Да, все приходите. Кто первый раз, я так думаю, что это очень увлекательное зрелище, у нас никто расстроенный не уходил после этого спектакля. Наталья, вы тоже будете задействованы в этом спектакле, расскажите, готовитесь ли вы как-то по-особенному? Мы уже сказали о том, что это родная для вас постановка, да? Но вот здесь, в Одессе, уже проходит ли репетиционный период? Вот я сегодня приехала, и сегодня я встречусь с моим партнером, с которым я еще не танцевала, но мне уже не привыкать. Я все время, вот, часто же переезжаю с одной стороны в другую, и у меня вот такие ситуации, что нужно за пару репетиций познакомиться с партнером, притереться и танцевать. Это очень волнительно, я должна сказать, для меня. Лучше, когда ты уже знаешь партнера, когда танцевал с ним. Ну, я очень в большом предвкушении, потому что всегда даже неожиданные такие ситуации бывают очень удачливые. Я надеюсь, что все пройдет так хорошо. Елена Геннадьевна, ну и давайте в заключение напомним основные даты, да, и открытие фестиваля, и непосредственно, ну, тема сегодняшней нашей программы, это был балет, да, когда будут постановки, на которые вы зовете гостей, и «Опен-эйр», и «Спящая красавица». Спектакль, фестиваль, бархатный сезон с 29 августа по 9 сентября. Балетные спектакли, это первый 31 августа, «Опен-эйр» с программой классического и современного репертуара. И 2 сентября знаменитый, традиционный, любимый классический спектакль «Спящая красавица». И не забываем, что в октябре у нас ждет еще и премьера, поэтому мы приглашаем всех одессидов прикоснуться к искусству нашего театра и гостей театра в этом году на фестивале «Бархатный сезон», и готовиться к будущим премьерам. Спасибо вам большое. Спасибо. А я напомню, в гостях были Елена Барановская, народная артистка Украины, художественный руководитель балета Одесского национального академического театра оперы и балеты, и Наталья Акушевская, лиска австралийского балета «Мельбурна» и «Венской оперы». Академия «Спящая красавица»